Разработкой проекта занималась инициативная команда маргетологов и дизайнеров. В рамках компании «Рязань делает свой бренд». Было организовано масштабное исследование, проведена серия фокус-групп и открытых обсуждений как в Рязани, так и в Москве. Тем не менее, после пятничной презентации бренда, предложенного городу, возникли споры, которые не утихали все выходные и вылились в горячую дискуссию. В социальных сетях запустили голосование. Несколько тысяч человек проголосовали против и еще сотни оставили неодобрительные, а где-то и весьма жесткие комментарии. Нарекания вызвал сам логотип в виде буквы «Р», карикатуры, пародии и даже использование похожего символа в логотипе норвежского телеканала и испанского крема. Интернет в эти дни буквально взорвался. Обсуждение бренда «Рязани» вошло в топ новостей и оставило на вторых ролях празднование Дня города и завершение регистрации еще трех кандидатов в губернаторы. Двусмысленное творение так охарактеризовали итог работы молодых дизайнеров и брендмейкеров. Прокомментировал напор негативных комментариев и в Рео главы региона Николай Любимов, который присутствовал на презентации. Что-то видит в этом, извините, орган человеческого тела определенный. Ну, наверное, тоже хорошо, когда это будет получаться. По словам же разработчиков, судить логотип, не ознакомившись с самой разработкой бренда – это вырывать фразу из контекста. Сам же символ должен иллюстрировать название города и вызывать ассоциации именно с Рязанью. Он не должен подходить к чему-то одному, он должен быть инструментом города, а уже весь контент окажется в нем. Также и про логотип мы говорим, что его метафор – это капсула, то есть в нее мы помещаем смыслы. То есть сейчас эта капсула – это капсула для обсуждения, потому что бренд еще не запущен. Брендинг – это процесс. И когда процесс пойдет, если мы будем в него верить и будем внедрять все поэтапно, то постепенно эта капсула будет наполняться смыслом. Будет уходить негатив, какие-то мемы смешные останутся, позитивные, но новые смыслы будут приобретаться, как происходит с любым новым брендом. Наверное, мысль о том, что что-то уже сейчас готовое и можно использовать, она как раз складывается из-за этого неверного понимания того, что речь про картинку, которую надо везде вставить и напечатать. Так, конечно, можно сделать, но это будет не про брендинг и к результатам не совсем правильно, как мы с вами видим, понимаем, приведет. Кстати, прочитать идеи и принципы концепции можно в интернете. В воскресенье появился официальный бренд-бук-компания. Разработчики предлагают его открыто обсуждать. Появится ли у Рязани свой собственный бренд, который примут и поймут и горожане, и бизнес, и туристы, и каким он все же будет, пока неизвестно. На волне активных обсуждений еще один рязанский дизайнер представил свое видение рязанского логотипа со слоганом «Рязань, моя красавица», в изображении которого он соединил купола Успенского собора и образ сердца. Таким образом, мнение оказалось много и весьма разных, а то, что событие не оставило равнодушным почти никого, подтвердило еще раз, что Рязань ее жители любят, ценят и в обиду, если что, не дадут.